добрый день всем кто есть и всем кто слушает на записи мы рады снова встретиться с вами и продолжить чтение книги монету и все что мы учили до этого очень важно потому что сегодня далее мы будем приближаться к нашим временам то есть относительно мы еще находимся до потопа но тем не менее проблемы которые возникают в обществе не среди людей а именно в сложном сложно сконструированном обществе они возникают на самой заре человечества и по идее должны помочь нам разобраться как нам жизнь в сегодняшнем мире но и как постепенно мы подходим к этой теме и мы говорили о том что рождение что берет на себя как бы функцию эвеля в каком-то смысле но совсем не и вообще не во всех смыслах и это мы увидим сегодня и что в общем есть огромная разница даже по именах которые прямо противоположны и гэбелем что гэбел это что-то такое эфемерное исчезающее ашет это наоборот очень устойчиво установленная основу базис и то есть его имя намекает на то что он несет в себе какую-то очень очень важную основу который будет развиваться по мере того как будет продвигаться человечество и и никуда не тянется вот это вот основа и шета и я сейчас делюсь текстом все хорошо видно да мы здесь остановились правда уравнение брат стука и мишель да да как раз здесь однако на уровне человечества мы переходим уже на уровень человечества до этого мы все были больше более низком уровне каин потомки каина какие-то личности которые действительно концентрируют себя проблемы человечества но тем не менее вот тут мы переходим на какую-то другую на уровне человечества проблем уравнение братства каиншет еще не решена то есть мы видим самое начало попыток ее решения но она не решена до сегодняшнего дня иначе мы уже в другом немного мере на протяжении поколений в общечеловеческих рамках появляются разные фигуры которые пытаются решить проблему уравнение братства то есть возможно она как бы это решение на все но в первую очередь на лидеров а во вторых не каждый лидер пытается это решить проблему решить в самом повествовании писания предоставлена модель поиска история как будто ищет во всех возможных родословиях из поколения в поколение то чрево то того человека может быть но это вот он подчеркивает здесь именно не обязательно женскую сущность а то вот этот источник который породит идентичность машины позже выясняется что это чрево в конце этого процесса обнаружится в народе Израиля то есть мы до народа Израиля находимся но поиск этого рода который может реализовать то что возложено на данный момент на шейфа он начинается вот на этом этапе но на протяжении истории бывают моменты такого мессианского откровения проявляющегося в разных идентичностях однако оно находится в промежуточном еще незрелом состоянии то есть есть потенциал начинаешь это есть потенциал развития вот этой идеи этого эмиссии который потом берет или возложено потом на именно народа Израиля есть попытки начала ее реализации но она не реализуется такая идентичность впервые раскрывается в Шите она постепенно развивается и в конце концов реализуется в Аврааме то есть есть развитие не просто так да действительно мы как они они и мы тоже не реализовали вот эту вот миссию но тем не менее что происходит развивается идентичность то есть это не просто так для того чтобы реализовать мессианскую идею нужно изменить идентичность человека человечества она все время меняется но она доходит пока или тогда еще до минимального какого-то необходимого уровня чтобы смогла реализоваться задача человека которые поставлены перед человеком но Авраам это какой-то более явный более продвинутый этап этой реализации корень народа Израиля в Шите то есть корень там в Шите сыне Адама как это можно увидеть при внимательном изучении родословия первых 20 поколений до Авраама однако народы мира предпочли увидеть в народе Израиля потомков Гебель это очень интересная идея и Рав ее развивает на самом деле корень Авраама в Шите а народы мира видят его в Гебель хотя тот умер не оставив потомков чтобы народ Израиля стал для них тем что Гебель был для Кайи то есть он умер потомков не оставил его миссия перешла все тут в конечном итоге народа Израиля когда народы мира поставили Израиль на место Гебеля не по собственному добродушию у них появилась возможность относиться к народу Израиля так же как Кайн относился к Гебель но вот эта схема Гебель и Кайн она остается в коллективном сознании и когда народы мира смотрят на Израиль они видят в нем Гебель Яков всю ночь сражался с ангелом Исала а утром встал и он уже Израиль а народ Израиля после двух тысяч лет ужасного изгнания вернулся в свою землю еще раз доказал что он действительно из потомков Шета а не потомков Гебеля понятна разница? Гебель это приходящий несмотря на то что у него была определенная функция была миссия исправить Кайн все замечательно но он с ней не справился тотально и он ушел из мира не справившись и вот этот потенциал который был или эта миссия она не сохранилась она перешла к Шету не обычным путем так как вообще говоря правильно чтобы она переходила вот это зерно оно должно переходить от отца к сыну из поколения в поколение только так оно правильным образом сохраняется то есть то что возложено заново на Шета это не то что было у Эви и поэтому нельзя смотреть на Шета как на Эви он другой это то что я говорила в самом начале и мы это видим потому что после того как нас народ Израиля изгнали свои страны как бы почти уничтожили всякие катастрофы с нами происходили а потом через 2000 лет мы возвращаемся на свою землю о чем это говорит что мы что мы здесь утвердились никуда на этой земле в этом мире и утвердились вместе со своей миссией что бы с нами ни делали мы все равно наш корень здесь остается с другой стороны всякий раз когда евреи видят в себе Эбеля то есть жертвы что символизирует жертвы они исчезают в царенной истории как народ и вымирают как отдельные люди когда они помнят что они ше к ним приходит избавление о чем он говорит это по-моему совершенно понятно основа сионизма сказать что мы никуда не делись мы не растворимся мы не исчезнем мы будем земле Израиля и будем выполнять свою миссию это измерение вечности шета представляющую собой основу что выражается в стихе вечность Израиля не салжет уникальное явление народа Израиля это величайшая тайна истории в каждом поколении нас пытаются уничтожить но Всевышний спасает нас от них это фраза из пасхальной годы в самом деле у меня было желание вот здесь составители ссылаются на статью о вашем генозе и будет в конце дней и я даже хотела ее привести как-то так совпало что мы еще далеко от это статья о катастрофе мы еще далеко от дня катастрофы может быть я постараюсь в дню катастрофы эту статью перевести и тогда мы сделаем небольшое отступление и попробуем прожить эту статью в котором действительно рад разбирать эти вопросы вот здесь она пишет именно после катастрофы христианские богословы пишут что цвет голубов открылся в освенции вау то есть они видят в евреях жертвы модель отождествляют допустим евреев со страдающим своим богом но тем не менее ощущают как бы так что мы жертвы евреи продолжают быть предназначенными не случайно христиане называют тосорф холохостом то означают жертву всесожжения что является продолжением подхода согласно которому Израиль это февель анишин ну статью отца Марселя Дебой я не знаю если кто знает француз предлагается прочитать и пересказать было бы интересно но ответ это я попробую к дню катастрофы ближе если вы не возражаете мы сделаем небольшой мы только за с божьей помощью посмотрим как я буду все успевать народ Израиля остается в живых и продолжает занимать место в истории причина этого в том что народы мира наследники Каина видят в народе Израиля Хэбли и часто пытаются его убить то есть это может подсознать или они себя не отождествляют про прямо с Каином но оценкой их угол зрения на народ Израиля это взгляд Каина на Хэбли что все равно они предназначены жертву по той или другой причине однако поскольку Израиль это на самом деле Шэм его не взял ничто ему можно ранить можно коснуться его бедра как ангел Исава коснулся бедра Якова на личном уровне любой еврей может быть гебелем и может быть убит однако на коллективном уровне народ Израиля это Шэм его сущность не может быть уничтожена есть замечания какие-то я была бы рада это по-моему очень крутая идея очень важная не случайно действительно есть перемены ролей здесь с Гебелем и Шетом который приходит на его смену и действительно он основывает династию из которой растает это семя Абраама этот потенциал избавлей Андрей Путин давайте ну все же хотелось бы поподробнее что значит народы Израиля видят в Израиле Эвеля то есть им нужен такой духовный небесный наставник который не привязан к земле и которому можно убить и толковать его учения как хочется вот это имеется ввиду народы мира в смысле народы мира да видят в Израиле Эвеля можно и так понять как ты говоришь да то есть это более сложный такой конструкт получается поскольку они решили толковать его учение по своду привязывающих еще некоторые мотивационные причины мотивации мотивацию почему вообще стоило бы его убить мне кажется он говорит в общем плане то есть они реально не говорят что мы каин а вы лебель ничего ни на что не годный мы вас лучше принесем жертвы но это как бы сидит подсознание народу евреи так или иначе неважно каким они себе евреев представляют это видно в разные эпохи по-разному потому что в какие-то времена например когда евреев немцы решили уничтожить они представляли их какими-то такими отсталыми этими когда германию наводнили эти восточные евреи какие-то совершенно некультурные цивилизованные отсталые а к тому же еще такие евреи которые там жадные экономику захватили много различных обвинений которые в общем-то оправдывали их уничтожение почему хотел хотели народы их уничтожить хотел Гитлер нас уничтожить трудно на самом деле понять то есть конечно можно всегда приводить причины антиспетивного в том что надо направить недовольство народа на кого-то то же самое социальному может быть я не знаю но главное интересно то что мне кажется то что подсознание сидит ощущение что необходимо евреев уничтожить они так сказать предназначены в жертву их можно принести в жертву поскольку там нам нужно на этом возвыситься так или иначе и то что происходит сегодня тоже непонятно поскольку мы оказываемся сильными свободными и казалось бы никого не трогаем никому зла не причиняем ни с кем войны не разжигаем все равно весь мир ополчается против нас и считают что без нас было бы лучше вот мы поубиваем всех и уничтожим государство израиль это будет жертва конечно мы их всех пожалеем но сразу напряженных на востоке исчезли да ты понимаешь что я хочу сказать внешние причины они могут быть сформулированы совершенно по-разному а в подсознании сидит то что их надо уничтожить здесь как бы желание уничтожить Хевеля это как следствие да а почему нужно уничтожить Хевеля ну то есть тут сказано да народ народы мира видят в Израиле Хевеля вот что сам этот тезис означает потому что желание убить это уже следствие из этого тезиса ну да во первых конечно те что то что они хотят навязать нам тоже это подсознание я думаю Хевель хочет научить или должен научить Каин так правильно жить вы нам не будете рассказывать кто любит учителей вообще кто приходит и учит меня жизнь сейчас я вот приду и буду вам рассказывать как надо оставьте меня пожалуйста не надо меня учить дайте мне жизнь как я хочу учителя не любят и поэтому этого Хевеля Каин изначально не любит тоже у меня отличник нашелся выслужился перед Всевышним и твою жертву приняли чему ты меня хочешь научить я сам по себе я лучше знаю как надо и это ощущение оно есть всегда не важно как конкретно в данной исторической ситуации вы и воспринимаете но их ощущение что они хотят чему-то научить что они могут тебя даже научить есть этого отторжения желание их убить и тогда будет лучше так мне кажется ну да это вот то что сказал Гитлер и Махшимо что в чем проблема с евреями они принесли в мир мораль и вот пожалуйста учитель воспитатель и вот в этом проблема что он воспитатель принес мир морально да но он не предназначен жертву его никто не убивает его нельзя так просто избавиться ощущение народа что от евреев можно избавиться что их можно принести в жертву что от них может их можно вынести за скобки истории ажеда так не скажет другой образ если бы в сознании народов Израиль был бы как шеф они бы не решились его убивать потому что они понимали он очень вредный он конечно учитель но он вечный толку убивать никакого нет как этого дракона гидра не помню который отрезает одну голову вырастает ну нет там как-то исхитрились конечно то есть понимаешь да если бы подсознание вот этого вот этот образ бы закрепился то не знаю готовы ли были народы у нас учиться но во всяком случае они перестали думать что нас так просто можно уничтожить и перестали отчасти может быть антисемитизм прекратился может быть сейчас как раз переходный период потому что на самом деле в мире все же есть много людей которые поддерживают Израиль образ как раз и закрепляется возвращением Израиля на свою землю да 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 совершенно верно совершенно верно да но он еще как бы до сегодняшнего дня так сказать не полностью закрепился так мне кажется просто мы видим это из того что происходит хотя хотя вот если вы слышали да там было ликвидировано посольство в пире иран лидеры и огромное количество арабских отдельных арабских течений лидеров выразило огромную благодарность Израилю что вы уничтожили их врага это вообще фантастика ты не слышал никогда нет вот эту реакцию я не слышал а вы поищите да я так сказать там очень много фракций они между собой борются и так далее иран для них тоже они очень против него и против асада тоже и это реальные какие-то силы хотя конечно не на уровне старственных и во многих даже карта такая была где-то где и кто поддержал Израиль ах вот они же за палестинцев говорят они но Израиль продолжай в том же духе продолжай в том же духе это мне очень понравилось убивай наших врагов мы целиком за тебя арабы здорово ты не знаешь чем завтра обернется вообще все это праздник то интересно что эта история да ну вот то что мы читали напоминает еще когда Аврам спускается в Египет да он говорит царе что меня убьют а тебя будут оживлять то есть вот это желание народов мира забрать ну как бы нуку то есть учение Израиля да а его самого убить и при этом само это учение оживлять да то есть как бы условия вкладывать смысл ну да ну это еще там и в Египте мальчиков убивать а девочек оставить живых да ну да с самого начала когда еще нет еврейского народа уже хотят его давай прочтем еще немножко шет шет также является началом царства священников и народа святого то есть святости которую Тара уделяет материальному миру через народ Израиля это тоже важный аспект потому что ну вы там учите даже книгу о святости материального мира да тут очень много чего заключено поэтому это важная тема но тут касается ее чисто как заголовок живым он приводит только пример один живым примером этого является искусство это довольно занятно что он разбирает еврейское искусство принадлежит к культуре того народа среди которого живут эти евреи это естественно они воспринимают эту культуру каким-то образом ее пропускают через себя потому что искусство это всегда личное отношение к предмету автора и при этом происходит добавление некоторой чистоты которая превращает их искусство в более высокую и более истинную реальность то что прошло через душу еврея оно как бы поднимает на некоторый другой уровень те идеи которые он впитал в той культуре в которой он вырос действительно роль шетос состоит в том чтобы делать материю материю пригодной для использования очищать нечистые воспитывать мир для более высокой морали и это вот как-то в примере Рава оно происходит с теми временем которые занимаются искусством внутри чужой культуры то есть они изнутри этой культуры тем не менее могут как-то поднять очистить и показать сущность это убедительное доказательство против христианства спаситель спаситель в котором нуждается человечество рождается от личности реальных Адама и Хава это личность спасителя она проходит через Шетта через всех его потомков до Машеха тем не менее он происходит Адам и Хава они в результате магического действия от таинственной половины божественной личности спустившейся с небес в самом деле история это рассказ о жизни народов которых символизируют потомки Каим рядом с жизнью народа Израиля которую символизируют потомки Шетта все время эти две линии как бы идут рядом У всей династии Шетта нет истории самой по себе То есть история это все битвы завоевания и имена всяких лидеров и все это история это история Каим А у Шетта нет этой истории кроме их возвышенной нравственной роли имеющей свою цель спасения человечества то есть он работает совершенно в другом поле и это интересно я вот сейчас подумала если мы возьмем Танах например есть там довольно длинный рассказ книги царств об Израиле о царстве Ахавы известная личность Танахи там связан его жизнь связана с жизнью пророка Ильяу много о чем рассказывается в частности есть и битвы о которых там рассказывается не буду во все это обникать оказывается исторический факт найдены записи о войне которые вела коалиция в которой входила Ахав и другие северные страны против ассирийских завоевателей и в которые они в общем-то победили и отбросили это завоевание причем там указывается количество войск которые поставил Ахав и колесниц и так далее он как бы был среди ведущих в этой коалиции то есть грандиозное сражение грандиозное историческое событие о нем ни слова нет в Танахе ни слова это не то что его интересует это называется битва при Каркуре если кто не слышал можно посмотреть в Википедии откуда мы знаем эту историю если нет об этом в Танахе об этом есть исторический документ оставили Шананесер по-моему третий он оставил большую это самое насколько я помню если я не ошибаюсь но это надо еще раз проверить у меня путаются в главе вещи перечень есть большой перечень поиска который против него есть много исторических уже документов того времени которые об этой секунду давайте чтобы вас не запутывать лишний раз я быстренько посмотрю как называется пустяшево вот сейчас можно ближе по Каркаре здесь называется Каркар по-русски неважно Бритва Каркаре состоящийся в 853 году нашей эры селения Каркар битва в которой сирийская армия под командой Шалманессера 3 все совершенно верно в основном начале Шалманессера разгромило союзное войско правитель царствия Египта то есть тут сказано что ассирийская армия их разгромила на самом деле они и сдержали наступление завоевания ассирийская сколько я понимаю есть вот такая могу сейчас на секундочку показать то что называется Карский монолит на котором все это описано а можно не показывать в общем по-русски это называется Каркар и если кого-то интересует можно посмотреть там я просто затрудняюсь в русских словах называется как это называется на иврите я знаю а по-русски на русском называется Каркарский монолит беседа хорошо это просто очень интересно это поразительный факт что это огромное событие такое и о нем ни слова в Танахе там Ахабу и его войска и прочее это не то что интересует Танах Танах интересует именно историю Шета то есть нравственная роль в госпитании человечества важно исполняет он ее не исполняет почему не исполняет как не исполняет чем грешит это все интересует Танах а вот в какую армию он собрал сколько людей победил не победил в каком и так далее все это если в этом нет никакой новоучительности то в данном случае это нас не касается не важная часть истории у Кайна было материальное предназначение в мире и история не могла бы существовать без него да материальное предназначение история это все важно иначе после потопа остались бы только потомки Шета но это не написано прямо в царе но мы знаем из метро что не случайно названо имя жены но что она исполняет Кайна однако рассказ писания настаивает на том что Шет приходит в мир чтобы спасти Кайна то есть невозможные конничтоли всех они должны иметь продолжение и есть спасатель и есть кто-то кого и даже спасатель сам Шет с точки зрения своего предназначения зависит от Кайна так как его предназначение зависит в том чтобы воспитывать человечество в более высокой нравственности ведь воспитатель не может существовать без воспитания а классно правда если останется один воспитатель то как бы смысла жизни и что он здесь будет делать мир должен преобразовывать Кайну потомки Кайны но их должен воспитывать Израиль не может быть пастуха если нет стада доверенного ему священник не может исполнить свою функцию если нет народа который он направляет роль Шета не в том чтобы создавать человеческую культуру и историю а в том чтобы воспитывать ее направлять и спасать от самоуничтожения перед нами снова раскрывается истина согласно которой в рассказе писания универсальное человеческое уравнение это не Кайна а Кайна Шетт мы вернулись к тому в каком-то смысле с чего начали что Кайна Шетт это вот то уравнение которое будет решаться на протяжении человеческой истории сейчас мы перейдем сначала следующей главы а пока если есть замечания в общем-то только знаете мне такая мысль пришла в голову очередная забрела что вот это лишний раз свидетельствует о том вот это все что народу Израиля ни в коем случае нельзя ориентироваться на мнение мирового сообщества потому что они народ Израиля видят иначе какая она поэтому Израиль всегда должен идти своим путем и не идти на поводу у общественности и сохранять свою религию обязательно ну сохранять конечно это очень важно нет сомнений а в каком смысле не идти на поводу это вообще очень сложно потому что мы до сих пор до конца не поняли как мы можем перевоспитать человечество то есть мы так сказать отгородившись мы его не можем не получится и так же саморастворившись в нем тоже это тоже мы пробовали в течение двух тысяч лет не получается изнутри у вас то есть должно быть какая-то какая-то какое-то равновесие какое-то взаимодействие мы не можем от них отгородиться мы не можем не принимать во внимание вообще их мнение но при этом должны идти своим путем и продвигать свою линию и делать то что на нас возводит вот такое мое маска что ты скажешь да загадка такая получается которую гадают уже много-много лет я согласен с Викой что нужно делать свое дело народу Израиля свое дело а в чем наше дело состоит мы не можем отградить мы здесь построили себе теплицу у нас есть развитая технология медицина и мы строим идеальное общество постепенно все будет хорошо что у нас зашибись взаимопомощь мораль и все а рядом тут всякие аморальные совершенно вещи происходят в окружающем мире бедствия насилия мы построили стену и мы от них отградили это помогает но в общем-то как это не страшно сказать мы увидели в этом году что это не помогает перед нами стоит какая-то важная проблема которую мы окончательно не знаем как решать сегодня у нас нет другого выхода как уничтожить Хамаса это если мы его оставим все останется как было мы опять родимся он опять вооружится и снова будет нас подстерегать но после этого это же не просто так нам надо понять что мы не просто так в этот мир пришли не ради себя не ради своего благополучия роста уровня жизни и так далее что-то нам надо сделать с окружающим народом как-то привести этот свет это непростая вообще задача безумно сложная какие-то уникальные люди вроде на иноах они засыпаются принимают лав евреи право количество их не перешло в качестве мне кажется в самом условии шет да ответ то есть стоящие на земле пока Израиль не полностью стоит на земле есть там территория сектора газа где Израиль еще не стоит поэтому не стоит устойчиво поэтому то что нужно делать это нужно как бы захватывать всю землю чтобы более устойчиво стоять и тогда уже воспитывать народы постепенно да так или иначе в общем ты прав конечно я собственно как-то написала в фейсбуке что у меня просто такая проснулась утром с такой мыслью и что если будет возможность восстановления поселения в Бушкатифе я вообще все брошу и пойду там я в свое время когда их поселяли я забрала всех детей поехала ну почти все и поехала с ними в Бушкатиф там мы где-то селились в палатках и жили несколько недель пока нас тоже не выселили вместе с жителями отдельная история в моей истории но это как-то связало это как-то очень глубоко засело в душе вот это ощущение одно дело те которые сидели и плакали у телевизоров при виде выселения из Бушкатифа а другое дело когда ты пережил это сам хотя в общем и не был жителем может быть это и случится когда ну конечно же надо вот те кого мы кормим да они так или иначе должны исповедовать так сказать наши взгляды что же нам их кормить если они нас покусают знаете ну не знаю посмотрим посмотрим это все сложно да ну вы понимаете что это все сложно если бы было просто да я вообще не представляю это чисто философская мысль о смене религии о геюле и так далее это понятно но других вариантов как бы иначе это все так и будет дальше не знаю возможно вариант как говорят не знаю потому что будущее оно еще неизвестно может быть все человечество придет и сделать гею а может быть все человечество большая часть останется на уровне на ино и каждый будет развивать свою культуру свой специфический взгляд на бога который характерен именно для его ментальности для его народа это совсем не 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 нужная или не 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 маленькая вещь не случайно были созданы народы разными то есть семьи существовали еще до смешения языков не случайно они были разные каждый народ несет некоторую божественную истину в себе другими словами только они все вместе могут создать картину человечества если каждый будет на своем месте каждый будет вставлен в эту мозаику в правильную в правильном месте тогда мозаика приобретет правильные черты правильные картины и отразит то что человечество должно отражать пока люди народы не нашли своего места не поняли как они должны развиваться и где их корень их их божественный корень скажем так их служение то есть я вижу картину и таким это так описывает монета тоже в другом месте не в этой книге что таким он видит развитие человечества что каждый народ он поймет свое место в этой огромной картине человечества и свою роль в служении так же Раф Шерти собственно говорит он упоминает иуда оливейст он говорит что Израиль это как сердце человека но кроме сердца есть еще много других органов печенка печень глаза уши много чего есть это все должно действовать связанно согласованно хорошо давай тогда спасибо большое большое спасибо продолжим история родословий и история прадцев общая и различная для книги берешит характерно выражение это книга родословия адам слово родословия толдот встречается еще раз в начале книги берешит в описании завершения сотворения мира вот родословия неба и земли при сотворении их при сравнении этих двух ключевых стихов мы видим что слово родословия описывающее творение написано двумя буквами вав полное написание а слово родословия описывающее человечество вторая буква вав отсутствует что указывает на некий недостаток в этом родословии присутствует ожидание того что кто-то придет и придаст полный смысл истории человечества. Этот совершенный сын Адама, способный к диалогу и к братству, станет также тем, кто придаст смысл всему творению. Однако то, что описано для нас в первой главе книги Берешит, это постепенно развивающийся процесс. Бог создает человека по своему образу, как сказано, и сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему. Адам передает заключенный в нем образ Бога своему третьему сыну Шету и родил по подобию своему, по образу своему и нарек ему имя Шет. Шет передает его Эношу. У Шета также родился сын, и он нарек ему имя Энош. От Эноша этот образ Бога переходит к его потомкам, через Ноаха и Даврама. В комментариях к стиху вот родословие неба и земли, при сотворении их. Раши пишет, читая не при сотворении их, Бегибар Ам, а в Аврааме, Бе Авраам. В книге Берешит есть два параллельных рассказа. Рассказ о династии Адама и его порождениях. И рассказ о наших праотцах и развитии истории народа Израиля в его порождении. Первый рассказ скорее пессимистичен. Он движется от неудачи к неудаче. Второй рассказ излучает оптимизм. В его рамках начинает воплощаться идея надежды и искупления, или мечта об исправленном и функциональном человечестве, основа которого составит нравственность, совершенство и братство. При этом последовательность этих рассказов в книге Берешит учит нас важнейшему принципу. Человек должен знать свою историю, откуда он и как произошел от прародителя человечества. Он обязан знать историю человечества с самого ее начала. И только позже появляется еврейская идентичность, способная спасти человечество и вывести его от всех его неудач. Еврей – это прежде всего такой же человек, разве что удостоенный некоего добавления. Не случайно история народа Израиля начинается не с Авраама, а с Адама. Еврей не отличается по своей природе и сущности от любого другого человека. Корень еврейства идентичен корню человечества. Еврейство неразрывно связано со всем человечеством. История народа Израиля начинается с сотворения мира, как это выражает Раша в начале своего комментария к Тори. Сказал раб Ицхак, «Надлежало бы начать Тору со стиха «Этот месяц для вас, глава месяцев». Ведь это первая заповедь, данная сынам Израиля. Почему же она начинается с бережи? Потому что силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать им владение народу. Ибо если скажут народы мира Израиля, разбойники вы, ибо вы захватили земли семи народов, то сыны Израиля скажут им, «Вся земля принадлежит святому благословен он. Он сотворил ее и дал ее тому, кто ему угоден. По своей воле он дал ее им, и по своей воле он отнял ее у них и дал ее нам». Более того, исход Авраама из Урказдима занимает в истории народа Израиля не менее важное и драматичное место, чем исход из Египта. Тем не менее, нет никакого еврейского праздника, в котором это событие упоминалось бы или было бы увековечено. В пасхальной Агаде имя Мушей не упоминается ни разу. Это похоже на неблагодарность. Однако за этим стоит определенный замысел, в соответствии с которым не должно быть малейшего риска, что народ Израиля превратит ту или иную историю, связанную с его лидерами, предмет поклонения или обожествления. Истинные различия между всеми людьми и евреями заключаются в экзистенциальной интенсивности, существующей на уровне еврейства вообще, в народе Израиля и на его нравственном уровне в частности. Например, людей из многих народов убивали во время катастрофы, но об уничтожении евреев известно гораздо шире, поскольку их преследование было идеологическим и более тотальным, чем преследование любого другого народа. Во время войны за независимость государство Израиль и другие страны тоже получили независимость. Но это происходило внутри государства, в то время как народ Израиля начал борьбу за свою независимость извне и без какой-либо помощи. История доказывает, что еврейский народ это своего рода квинтэссенции человечества. Он такой же, как и все, но интенсивнее. Нет никакой связи между праотцами народа и человечеством вообще, поскольку их задача состоит только в исправлении их собственного качества, и она зависит только от них самих. Тогда, как на четвертом этапе, который включает в себя Иосефа и Давида, требуется исправление свойств основы Иософа и Царства Малхута, которые являются более общими и относятся ко всему человечеству. А что такое четвертый этап? Ну, это он на сферу, видимо, намекает. Первый, второй, третий, четвертый. Ну, это четвертый, пятый, это шестой, шестой, седьмой, получается. А там сносочки, может быть, написано, где четыре сантиметра. Да, смотрю, сносочки, да. Царство Малхут. Знаешь, что Иуда это намек на царство Малхут, и он подходит и приближается к Иосефу, который является основой Иософа. И так сказано в книге Зор, на стихот, при царе собрались вместе. И сказал Иуда, господин мой, ведомый, в том числе бей, числовое, значение слова бей, бей, плюс 12, содержится на номер на 12 комбинации букв, и это было понимание. Ну, то есть, четвертый стын Иуда, да, основа Малхут, и четвертая буква четырехбукхиного имени. В ней яснее не стало. Я, на самом деле, когда я это переводила, так я разобралась вроде бы в этом, а теперь я немножко забыла о том, что речь. Игорь Негода. Теоретически, можно, конечно, сказать, что есть несколько уровней развития народа, то есть он говорит о том, что на братцев не стоит задача исправления, исторически даже. То есть есть этап братцев, есть этап выход из Египта, есть этап предшествующий царству, и потом, когда появляется царство, уже на нём лежит миссия исправления народа. Ну, вообще говоря, Йосеф и Давид, это как бы последние, может быть, надо понимать так, что это есть верхний сферот, потом есть промежуточный, есть нижний, да, Йосеф и Давид. Получается, тоже можно разделить на четыре части, наверное. Ну, то есть четвёртая буква имени Всевышнего, да, которая означает царство, да, и вот это царство Давида, когда и наступит исправление мира уже, то есть народов мира через царство Израиля. Ты думаешь, это историческое, а не функциональное деление? Ну, как бы исторический этап, как последний этап функционального деления, мне так кажется. Может быть, да. Надо об этом подумать. А ты должен уже уходить, да? Да, нам нужно отключаться. Ну, тогда остановимся здесь и попробуем, я попробую в следующем разу выяснить, что здесь у нас в виду более точно, если получится. Без примера, да. Спасибо всем за участие. Спасибо, Нехама. Рада была вас всех видеть. И спасибо, Лена. Спасибо. Спасибо, Нехама. Спасибо. Очень интересно. Никого не знаю, кого не знаю. И увидимся с Божей помощью на следующей неделе. Всем хороших новостей. Шалом. Спасибо. Шалом.